всем привет привет сегодня мы выехали для того чтобы что чтобы вдовольно стреляться вдовольно стреляться так сказать получить свое удовольствие от своего получить кучу удовольствия от своего любимого увлечения хобби да значит мы обычно стреляем как мы обычно стреляем лежа очень редко мы стреляем стоя но так как мы часто разбираем моменты которые привязаны к охоте сегодня мы будем стрелять сидя но если сидя мне кажется зачастую если с вышки стреляют как раз таки сидя сидя то есть поле на него выходит зверь а человек сидит вышки он сидит скорее если взять скажем какие-то последние веяния когда у нас идут скажем какие-то коллективные загонные охоты там где загон может быть длится и 40 минут и час большие загоны может быть такое может может быть и человек часто употребляет какие-то складные стульчики или находит какое-то место где может там свою пятую точку как-то прислонить на бревно и бывает что когда уже увидел зверя не всегда целесообразно вскакивать чтобы не напугать зверя приходится стрелять сидя а сидя это такая скажем так такая изготовка для стрельбы скажем она не сильно удобная мы значит сейчас поставим три мишени значит это будет 10 метров 50 и 100 метров на 10 и на 50 поставим что-то подвижное еще но еще не знаем что это будет сейчас мы прикинем сегодня ветер просто сказочный как всегда но сегодня дважды сказочный да а на 100 метров мы повесим гонг это будет 18 на 18 то есть получается что трехминутный гонг да но минута у нас по около трех сантиметров ну да ну грубо говоря будем считать трехминутный гонг на 100 метров значит в принципе вот так вот сейчас возьмем мой новый дальномер и значит пойдем ставить мишени а что случилось со старым со старым в принципе ничего не случилось но раз уже сказал давайте сделаем такой маленький маленький такой как бы рекламный моментик да мне захотелось дальномерчик чтобы он был поменьше полегче чем меня этот дальномер подкупил у него значит сразу батарейка встроена я сейчас так быстренько быстренько так пробегусь у него вот такой кейсик довольно таки жесткинке видишь как бы жесткий да прикольно вот начат на кейсик война вот о чётно кейсик зачетные уже плюс v sai плюс то есть тези каака робочка высорей красота яркая ты видишь значит конкретно вот этот вот дальномерчик там их огромное количество я ссылочку оставлю внизу там их огромное количество Ну вот я взял самый слабенький на 600 метров Просто, ну, как бы Я так прикинул, особого у нас нету Вот это вот на 1200, там, 500 Но этот Дальномерчик, держи Этот дальномерчик Значит, тут внутри у него зарядочка Микро-USB и вот такая вот Веревочка, чтобы носить на руке Вот Что мне в нем быстренько так понравилось Во-первых, у него есть 7 крат Во-вторых, у него есть Отстройка параллакса Вот, в-третьих, у него есть Прямо в нем, прямо в нем у него есть Вот здесь под объективчиком, у него есть зарядка Под микро-USB Встроенная батарейка, еще раз скажу 750, значит, здесь 3,7 вольта 750 мАч То есть, есть 3 функции Это, значит, мы Меряем с углами, меряем скорость И меряем просто расстояние Ну, простенький Как бы здесь есть у него этот Винтик Ребят, ну я вам хочу сказать, знаете что Можно рассказывать огромное количество времени Но просто тупо нет смысла Дальномер хороший Дальномера проверил, сравнил с разными другими дальномерами Очень мне понравилась его функция Если, например, в поле поставить доску Скажем просто, в вид доску И вот так вот провести, он как раз вот поймает Именно вот эту доску То есть, он поймает ближайшую точку Это, как бы, ну, очень удобная фишечка И само перекрестие, оно идет Не просто там каким-то кругляком Оно идет четким перекрестием То есть, отбивает довольно точно В общем, такая микрорекламка прошла Ссылочку на этот дальномерчик Я оставлю под видео Кому будет интересно Заходите, смотрите Там есть 600 метров, 800 метров По-моему, 1200, полтора километра Ну, короче Понятно, что от мощности увеличивается И ценник Вот Ну, а так, все как у всех, в принципе Комплектация хорошая, богатая, в принципе Красиво все Коробочка, кейсик Все дела В общем, Эдик Берем мой новый дальномер И идем промерять И идем на поле Кстати, мы не сказали с тобой Что мы будем сегодня стрелять Не как обычно с САЁК Мы будем сегодня стрелять С крупнокалиберной артиллерией Да Ты сегодня с чего стреляешь? 54-й, Тигр Тигр 54, да? Так вот у меня вопрос У тебя какое прицельное? У меня прицел ПОСПС шестикратный Покажешь? ПОСП шесть крат Да ПОСП шесть крат Вот мне просто интересно С момента покупки Как ты будешь стрелять Не, он смотрится хорошо Опыт уже есть Смотрится-то хорошо Опыт уже есть, Слава ПОСП шесть крат, но ты будешь стрелять на 10 метров Ну мы стреляли А я против тебя поставлю Вепря Вепря Кстати, здесь прицельчик стоит Вортекс Кто не видел, ссылочка будет Где-то тут Над моей головой тоже появится Ну, знаете, неплохой прицельчик Мне понравился Мне понравился И Этот Эстовский кронштейн Который добавил Здесь я вам хочу сказать Монументальность Да, монументальность и вес Потому что мы сравнили Скажем, без патронов Вот это изделие И вот это изделие Разница получилась Семьсот грамм У тебя было Четыре шестьсот А у меня было Пять триста Да Ну это вот Шарик Это такая перчатку Мы надули На сто метров Вам придется поверить Иначе тогда Какой-то шарик У нас выпадает Я покажу Только где он А человек за кадром В данном случае Эдик будет контролировать В бинокль попадания Значит, что было интересно Я повторюсь Вот такая вот Интересная тема Это пончо От компании Эксперт Текс Ветер у нас Смотрите, какой классный Уй-ю Мы вот сейчас так зацепим О Вот такая получается Подушечка Что в принципе По большому счету Как бы если привязаться К охоте Можно на ней сидеть Но, что было интересно Мы решили сделать Одеть это пончо На себя Для этого мы его сейчас Вот так вот Вывернем наизнанку Вот так вот У нас получается Вот такое Довольно-таки Теплое пончо Я сейчас Мне кинул Жеребий Кидать Стрелять первым Эдик, я тебе нравлюсь? Да Ничего Подожди Значит, тут есть у нас Такие застежки Мы их сейчас полностью реализуем Как будто у нас Как будто у нас На охоте идет Какой-то дождь Или, ну, бывают разные Всякие разные случаи А вторая часть у нас Закроется с этой стороны У нас такое Пончо немножко растянулось После того, как Я у него Алексея засовывал Так Вот с шапкой Значит, у меня будет Значит, по команде Огонь Или цель Или там Дичь Как Эдику захочется Значит, я буду делать Первый выстрел Находясь в этом положении То есть колен Раз И буду делать Первый выстрел На 10 метров Потом я буду оружие Ложить на колени Потом будет Опять, значит, огонь Я буду стрелять На 50 метров И потом будет Стрельба на 100 метров То есть, если, например Я То есть, я буду стрелять Все время по очереди У меня тут Шесть патронов в магазине То есть, если, к примеру Я за первый раз Выстрелил и попал в шарик В желтый, например Да, который на 10 метров Потом у меня идет 50-100 Потом, естественно У меня десятки нет Я стреляю опять 50-100 То есть Если все Все, которые у меня Патроны останутся Они мне в итоге останутся Я должен буду их отстрелять На 100 метров Кратность я сюда поставил Наверное Троечку Включил подсветку Потому что она очень яркая И работает хорошо На этом прицеле Так, Эдик Я, в принципе, готов Досылаю патрон в патронник Я тоже готов Давай Патрон в патронник Так, дослал Грубо говоря Я сижу на номере Жду кабана Жду твоей команды Первый выстрел у меня будет 10 метров Потом 50 Потом 100 Потом 5 Повторяем 10, 50, 100 Эдик, я готов Командуй, когда захочешь По желтому шару Огонь Где он? Я его не вижу Я его не вижу Есть На третьей кратности Я тебе хочу сказать На 10 метров Неудобно Давай Я готов дальше По синему шару Огонь Попадание Попадание Есть? Есть На третьей кратности Шикарно Я готов По гонгу На 100 метров Огонь А вот это Посмотреть разница Но я вам хочу сказать Там поставили гонг Специально в таких кустиках И сидя стрелять Это даже не стоя Это гораздо Гораздо хуже Ну что Я думаю Наверное Я свою часть Опозорился Достаточно Теперь Эдик Твой ход Меняем стрелка Как говорится У нас Новый стрелок Эдик Я готов Ты готов Да? Давай Одевай пончо Так Я тебе хочу сказать Что просто раз Леша Когда одевал Он искал рукава Ты умудрился С шапкой залезть Да? У меня Видишь У меня не получилось Обязательно Условие Капюшон Должен быть Одет Застегивай Так Нет Сначала Передние Два Фастекса Вот эти Да Сзади Застегивай Сейчас Я их найду Я поправляю спину Лови Лови его Вот Застегивай Застегивай Переди Все Не затягивай Сильно Ну как тебе Девица На случай Нежданчика Нормально? Что там Клещак? Красный клещ Красный клещ Ну прям Уютненько Уютненько? Прям вообще Классненько Да То есть От непогоды Прям классненько Ну как Не могу сказать Что прям Панацея Да? Ну как бы так Как нежданчик Нормально Да Ну что Присаживайся Условия Ты помнишь Так Сразу пробуй Чтоб тебе было удобно Руки поднимать Пристегивай Магазин Так Эдик Давай-ка Мы садимся Не боком К цели А вот так вот Да Вот так вот А вот так вот Да Ты похож на этого На какой-то Лисовичка Так Оружие Досылай патрон Патронник Снимай с предохранителя И оружие Ложи на колени себе Вот так вот Значит смотри Повторяю тебя Когда я тебе говорю Огонь Ты вскидываешь И стреляешь Десятиметровый шарик Понял Потом После выстрела Оружие Опять кладешь себе На колени Понял да Понял Понял Я готов Огонь Готов Готов Пятидесятиметровая Синяя клизма Огонь Хорош На колени Ложи Так Сто метровый гонг Огонь Промах Колени Колени Так Готов Так сейчас по беленькому опять По беленькому На десять метров На десять метров Готов Давай стрелять Давай стрелять чуть быстрее Не выцеливай так сильно Хорошо Готов 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 Огонь На колени Так Так у нас Пятидесятиметровки Нету Значит у тебя Гонг Огонь Промах Промах Колени Десятиметровый Шар Огонь Промах Колени Все Сто метровый Гонг Огонь Все Огонь Как все Не может быть А как получается Ты три раза промазал По шарику Десятиметровому Ну да Я стрелял два раза Да Да ты что А по гонгу Получается Ты тоже два раза Стрелял Да Что-то как-то быстро Прошло все У тебя точно Шесть было патронов Не пять Я еще промазал По синему С первого раза По-моему Ааа Точно Вот что И поэтому ты два раза промазал Да Все правильно Все правильно Так Ну давай Отстегивай А теперь Я тебе Откладываю карабин И я тебе покажу Одну фишечку Войду в кадр Как тебе в пончике Ну вообще уютненько Да Ну есть Я бы не сказал Что он для активных действий Как бы Но сидеть где-нибудь там Зато тут есть Смотри какой карманчик На груди Ты можешь туда положить Даже вот Видишь Или вот сейчас смотри Сейчас ты промазал Тебе обидно У тебя слюни Сопли Чтоб ты туда собирал Сразу Раз Чтоб сюда тебе капало Понимаешь Вот Или документы положил Вот тут два огромных кармана Ну-ка О, для рук Да, для рук Вот Ты даже можешь там пузо почтать Сейчас я тебе открою второй А что такое О Ага Это в который выворачивается В него складывается Самое интересное Смотри Снимай его Это же как бы Я же говорю Это для необходимости Правильно При необходимости Там какого-то там Форс-мажорчика Да Скидывай Слушай, что-то Клещи активизировались Смотри Что Леху мы сюда засовывали Здесь можно сделать Легким движением руки Можно сделать Вот такой Спальный мешок Ложить тебя сюда не будем Я тебе предлагаю Сюда встать Становись прям в обуви Залазь Я на тебе его застегну Ну-ка Давай Так, наверное Надо бы сюда молнией повернуться Оно вылезь Давай так Держи тот край Вот Залазь, короче Залазь давай Я лучше обойду тебя Так И вот так Смотри Если прям Если что Переночевать можно будет Как тебе? Ну вообще класс Ты похож на Фараона? Бля, уютненько, да Ну, она посмотри Посмотри, какой длинный Ты видишь? И самое интересное Ну вот так вот попробуй повернуться Вот самое интересное Ты видишь? У тебя вот здесь вот Где капюшон Вот Видишь, как от меня Проветривается все А если ты умудришься Если ты умудришься Что капюшон у тебя будет спереду Может даже Ночью не уставать пописать Ты понимаешь? Да Чисто для мальчиков Такой вот спальничек В общем у нас вот Получился вот такой Очередной Какой-то выезд С пострелушками Кстати, кто победил? Ну, Слава победил по-любому А я победил? Ну да Я попал По двум шарам А я по одному шару Зато я в гонг А ты тоже в гонг Не, не попал В общем так вот, ребята Пока Эдик Готовится ко сну Вот Я, естественно, оставлю Ссылочку Под этим видео На Новый свой дальномер На вот этот Замечательный пончик Вот Я оставлю ссылочку Также можно нас там найти Вконтакте И в Яндекс.Дзене Но мы, наверное, будем заканчивать Да Мы вам желаем Не валить, не кашлять Почаще выезжать на природу Чаще стрелять Получать удовольствие Ну и, как говорится, всем Пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok